Как жизнь, ребята, с вами Бенни. Можно сказать, у Джо Байдена сегодня была пара неприятностей из-за трансгендера, который был в Белом доме Топлес, из-за чего все утром мы видели такие заголовки, и Белый дом отреагировал на скандал. Это Белый дом, а не фотосессия с проститутками с ноутбука Хантера. Консерваторы называют прайд-вечеринку в Белом доме позором для нашей страны после того, как трансмодель обнажила грудь. Роуз Монтоя отправилась в Белый дом и создала ТикТок, который вы сейчас увидите. Предупреждение о содержании для вас, дамы и господа. Добро пожаловать в Белый дом. Спасибо. Можем снять небольшое видео? Здравствуйте, господин президент. Привет, как дела? Это большая честь. Транс-права — это права человека. Мы что, Топлес в Белом доме? Трясут частями тела в Белом доме. Самые смелые и вдохновляющие люди, которых я знаю. Самые смелые люди, которых он знает. Самые смелые люди, видите ли. Джо Байден только что выступал на военной базе днем ранее. Он только что выступал на военном выпускном вечере на прошлых выходных. Но это самые смелые люди, которых знает Джо Байден, ясно? Окей, ясно. А его сын вообще погиб в Ираке, не забывайте. Не от рака мозга спустя годы после демобилизации из Ирака. Нет, нет, он погиб в Ираке, не забывайте. Так что, да, Топлес в Белом доме. Белый дом столкнулся с огромной негативной реакцией и, наконец, ответил на подобные комментарии данный лэш. Это не фото проституток с ноутбука Хантера Байдена. Это прайд-вечеринка в Белом доме, которую устроил Джо. Они также неправильно вывесили американский флаг в соответствии с кодексом флага. Джо Байден нарушил кодекс американского флага. Роб Шмидт говорит, что это жалко. Это Белый дом. Джо Байден принес стране больше позора, чем любой американец в истории. Что может сказать по этому поводу Белый дом? Честно говоря, мои мысли по этому поводу довольно просты. Эти мошенники заявляли, что вернут Белому дому достоинство и порядочность. Конечно, это стало полной противоположностью тому, что они сделали. Они привнесли в Белый дом открытую, извращенную преступность. Во-вторых, это никак не связано с политической идеологией. Это нелепо речь о приличиях в Белом доме. Это не имеет ничего общего с радикальной политической идеологией. Речь о том, что я бы не хотел... Я бы не хотел, чтобы, скажем, женщины со страниц журнала Хаслер топтали газон Белого дома топлес. Или из плейбоя, вообще, неважно. Вы поняли. Стриптиз в Белом доме. Геи, натуралы, неважно, это неприлично, так неправильно. Это оскорбительно и отвратительно, и вы бы не хотели, чтобы там рядом оказались ваши дети. Кто хочет, чтобы дети такое видели? Что делают они оба? Это отвратительно. Эшли Сент-Клэр говорит, вау, определенно не ожидала такого. Белый дом Байдена осудил топлес транс-инфлюенсера. Такое поведение неуместно и неуважительно на любом мероприятии в Белом доме. Люди на видео не будут приглашены на будущее мероприятие. Белый дом осудил транс-активистов за обнажение груди на мероприятии в честь месяца гордости. Неуместно и неуважительно. Речь о Роуз Монтое. Это буквально насилие! Это насилие! Жду не дождусь таких публикаций. Такое поведение неуважительно на любом мероприятии в Белом доме. Это не отражает дух мероприятия, которое мы устроили, чтобы почтить семьи и сотни присутствовавших гостей. Лица на видео не будут приглашены на будущее мероприятие, говорится в заявлении Белого дома. Итак, это инфлюенсер. И ее больше не пригласят. Монтое запечатлена, говорящей «это честь для меня, господин президент, транс-права — это права человека». Джо Байден шмыгнул носом, тяжело задышал и сказал «Эй, ты читала мемуары моей дочки Эшли?» И так далее. Итак, Монтое высказалась в защиту своей ноготы в последующем видео в ТикТок, утверждая, что ходить топлис законно. Я полностью поддерживаю движение за освобождение сосков. Но есть пара вещей. Во-первых, дело тут не в законности. Есть много законных вещей, которые, тем не менее, совершенно неприличны и неправильны, от чего вы хотели бы уберечь детей. Во-вторых, вы в Белом доме. Монстры. В смысле, проявите уважение. Немножко уважения. Это относится, опять же, ко всем людям. Я бы не хотел, например, чтобы порнозвезда в Белом доме неприлично выставляла на показ части тела. Это безумие. Да, и вы нарушили кодекс флага. Кодекс флага гласит, что американский флаг должен вывешиваться первым выше других флагов. На одной высоте флаг США всегда первый слева. Это буквально нарушение кодекса флага. Мы рассмотрели больше ответов на это в недавней записи, если вам интересно, насколько люди вне себя. Такое вырождение вызывает чувство глубокого стыда. Конечно, мемы просто потрясающие. Нееет! Как быстро мы падаем как нация. Зацените. Тран-стиктокер Роуз Монтоя снялась топлес на празднике в честь месяца гордости в Белом доме. Пишет Чарли Кёрк. Президент, обещавший вернуть нравственность в Белый дом. Полюбуйтесь. Да, вот так. Это была Томми Ларен. Отвратительно, стыдно, недостойно, унизительно. Это позор для всей нации. Позор для нас. Трансгендеры топлес в Белом доме — невероятный урок инклюзивности для всего мира. Дело даже не в этом. Люди топлес в Белом доме. Вот и все. Опять же, было бы нормально, если бы это были официантки из Хуторс. Или стриптизерши. Нет. Это тоже было бы плохо. Поверьте мне, я бы также снял видео со словами «Это неправильно». Нужно иметь порядочность, достоинство и проявлять уважение. И люди в нашем сообществе еще задаются вопросом, почему растут анти-ЛГБТ настроения. Это нетрудно понять. «Нация в упадке», — пишет ЭЛЭкс. Именно. Я не беспокоюсь об НЛО, потому что если бы я была пришельцем и увидела это в Белом доме, я бы развернулась. Никаких признаков разумной жизни. Липсов ТикТок пишет, «Вот что произошло в Белом доме на прайд-мероприятии. Позор для нашей страны». Еще один транс-активист, приглашенный в Белый дом Джо Байденом. Она обрела вирусную известность после того, как сняла видео ТикТок, в котором разговаривает со своим маленьким ребенком, спрашивая, «Ты знаешь, что у папы есть вагина?» Нам нужно восстановить честь и порядочность Белого дома. Просто напоминание. Честь и порядочность в Белом доме. Идеальный мем от Грэндалл Мимс. Ваш покорный слуга Бенни пишет, «Инфлюенсеры алфавитного культа разделись и покачивают обнаженными частями тела в Белом доме». После осквернения Белого дома Байден благодарит их. Вот что демократы сделали с вашим Белым домом. Субтитры создавал DimaTorzok